Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Markets с торговыми идеями, где на ежедневной основе мы постим дополнительный аналитический контент вам в помощь. Сегодня, друзья, на повестке экономического календаря несколько индексов по производственной активности в сфере услуг стран ЕС и Англии. Не думаю, что эта статистика станет серьезным триггером-катализатором для роста евро и фунта, но все-таки на отчеты стоит обратить внимание, если вам интересно иметь конкретное представление о том, что происходит с экономиками. Но я думаю, что после заседания Европейского центрального банка, Банка Англии, заседания Федрезерва нам уже более-менее все должно быть ясно и понятно. Мы продолжаем закладываться под то, что до конца этого года вполне возможно, что произойдет рождественское новогоднее ралли. По крайней мере, предпосылки для этого есть. Очень серьезный фундаментальный фон, который будет тянуться с текущей недели на оставшийся период этого года. И я все еще жду сюрпризов от американского доллара. Индекс американской валюты сейчас котируется на отметке 104 пункта. После заседания Федрезерва, как мы ранее уже обсуждали, еще точнее до заседания ФРС, были предпосылки, чтобы американскую валюту утащили еще ниже. Но этого не произошло. Даже несмотря на то, что индекс потребительских цен, ноябрьские цифры, показал снижение уже второй месяц подряд, со 7,7% до 7,1%, также снизилась и базовая инфляция. Напомню, что американский регулятор после вот этого релиза по инфляции и по итогам двухдневного заседания в среду повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 4,5%. Мы детально вчера разбираем, в принципе, итоги. Сопроводительные заявления, основные тезисы выступления председателя ФРС Джерома Паула. Лишь повторю, что на самом деле трейдеры, которые рассчитывали, что, скорее всего, последует смягчение позиции американского регулятора, были очень сильно разочарованы, потому что этого не произошло. Более того, ФРС остался предан своей крайне жесткой риторике, которая предполагает, что рост процентных ставок, как основная тенденция действия американского регулятора, продолжится и дальше. Ведь ФРС по-прежнему борется с высокой инфляцией. По мнению Паула, ставка еще не достигла своего ограничительного уровня, поэтому ее дальнейшее повышение уместно и целесообразно. Что касается темпа повышения ставки, то они будут зависеть от опубликуемой макроэкономической статистики, от условий экономики и в мире в целом, и от того, что будет происходить с инфляцией. Самое главное, как я также подсвечивал накануне, что у Федрезерва нет еще уверенности в том, что индекс потребительских цен достиг своих пиковых значений и дальше будет продолжаться, сохраняться тенденция к устойчивому снижению. Более того, я считаю, что и разделяю позицию регулятора, который видит риски того, что инфляция может скакнуть еще выше при определенном, на самом деле, развитии событий, в том числе и на рынке углеводородов. На фоне заявлений, сопроводительных заявлений Федрезерва, ожидания по ключевой процентной ставке выросли с 4,6 до 5,1%. Это пиковое значение процентной ставки. И Паул также рекомендовал всем не смотреть на темпы повышения ставки, это не важно, а как раз оценивать пиковое значение предельного уровня того до кода ставка может вырасти. И, судя по всему, в ближайшие месяцы, у нас заседания будут в феврале и в марте, нас ожидает минимум еще повышение ставки на 50 байсных пунктов с текущих 4,5% до 5. В сухом остатке, друзья, получается, что при таком настрое Федрезерва, при его конкретно озвученной позиции того, что инфляция все еще слишком высока и он будет бороться с высокой инфляцией, доллар еще не нужно списывать со счетов. Доходности американских облигаций пока держатся в районе 3,5%, но если, опять же, на последующих неделях мы получим больше подтверждений жесткой риторики Федрезерва через представителя американского регулятора, я думаю, что 10-летние трежеры завершат этот год поближе к уровню 3,6-3,7, что поддержит восстановительные ралли курса американского доллара. Друзья, мы очень хотели, ну, честно говоря, я настраивался на то, что наступит момент, когда нужно будет шортить американскую валюту и ждал, что это произойдет после заседания Федрезерва. Но, как уже отмечалось, Фрес не дал нам зеленый свет на принятие такого решения и еще больше поддержал уверенность в том, что доллар еще не достиг своих локальных максимумов, откуда может начаться полноценная медвежья ралли. Поскольку есть теперь уверенность в том, что в какой-то период времени индекс доллара сохранит восстановительную динамику или, по крайней мере, сильно не просядет, я думаю, что по золоту сейчас мы можем смотреть на возможности открытия коротких позиций. Сейчас в пользу коротких позиций нам говорит индекс рыночных настроений. Толпа засела уже в покупках и я думаю, что каткосочно из этого может выйти очень неплохая сделка на продажу с целями по золоту 1760-1750. Для кого-то это крутовато, в принципе, почти 30 долларов, я согласен, что это много, но рынок в этом году показывает нам, что он игнорирует нормальные показатели волатильности и, возможно, на низколиквидном рынке под конец года мы можем увидеть вот этот импульсный рывок вниз. Фондовые рынки США летят вниз, это еще один фактор поддержки для доллара. Делайте правильные выводы, друзья. Рынок нефти 81 доллара за баррель, пока что длинная позиция в приоритете. Держится 80 долларов поддержка. Мы работаем с фундаментальным фоном, больше располагающим покупку. Если пройдет пробитие поддержки 80, тогда уже будем реагировать по ситуации. Биткоин снижается 17400 долларов. Власти США всерьез занялись ужесточением регулирования криптовалютной индустрии. Прямо сейчас прорабатываются документы, которые могут распространить процедуру KYC на даже провайдеров кошельков. Это все отголоски, крах от RLUN и биржи FTX. Я думаю, что это только лишь начало и в конечном счете давление на криптовалютную индустрию усилится. Цели ниже 15 тысяч, как и раньше. И европейская валюта 1.0644. Вчера у нас была каткосочная рекомендация того, что евро-доллар на заседании Европейского Центрального Банка сможет прорваться выше отметки 1.17. Эта рекомендация себя оправдала, потому что максимум был 1.0735. Сейчас идет коррекционная динамика, снижение. И важный вывод заключается в том, что ЕЦБ дал очень много жестких заявлений в плане перспектив монетарной политики, что ставка будет расти дальше, что не стоит недооценивать темпы дальнейшего ужесточения монетарной политики. Он даже пролил свет на планы по запуску программы количественного ужесточения с марта 2023 года объемом в 15 миллиардов евро в месяц. Но на этом фоне евро не смог сохранить лидерство и попробовать зацепиться там за показатели 1.0750 и выше. Я думаю, что в конечном счете слабости евро при текущем настрое Европейского Центрального Банка доказывает, что все большее количество трейдеров придерживаются идеи того, что в ближайшие дни лидерство роста будет принадлежать доллару и евро в связи с этим отступает. Поэтому новых сделок по евро, даже с учетом того, что было сказано, я рекомендую не открывать на текущем этапе. Давайте продолжим пока работать с индексом американской валюты, с нефтью, золотом и криптой. По рисковым инструментам будут рекомендоваться тогда позже. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok